Ребята, доброе утро всем. С утра ездим по делам. Смотрите, какая красота. Все уже тает. Как в школе, Миланку отдали бабушке. Мы так в садик и не уходим пока. Потому что очень много деток болело в садике. В общем, пока мы не будем ходить. Едем сейчас по набережной. Слушайте, только вчера сполоснули машину, помыли. Вся грязная, как будто бы ее уже давным-давно не мыли. Смысла нет сейчас. Ну, грязь ополоснули уже хорошо. Потому что после ее вообще не ополаскивать, то сейчас не буду. Литейный мост. Мы все мотаемся по делам. Сегодня по Питеру 31 школу эвакуировали. Вообще непонятно, что творится. Причем не только школу. Еще мега Парнас, мега Дебенко, Лента, Радуга, Лето. То есть многие торговые центры тоже эвакуировали. И детские больницы. В общем, сегодня что-то непонятно. Причем не только сегодня. Это еще и вчера. Тоже вот эвакуировали школы. В общем, непонятно, что творится, что это происходит. Уже, честно сказать, даже страшно детей отпускать сейчас в школу, в садик. Завтра хорошо. Как бы Лика завтра в школу не пойдет. У нас завтра нам нужно заехать в клинику. Завтра у нас назначено там УЗИ. Милана, скорее всего, в следующей неделе пойдет в садик. Вот, что-то мы машину так поставим. Так что хорошо, завтра как бы мы не пойдем. Потому что уже, если честно, прям страшно. Мы тоже вот проезжали мимо ленты. И вот эвакуировали всех. Причем рядом был ОК. ОК не эвакуировали. В общем, вот так вот. Я Лике позвонила, говорю, Лика, давай быстрее школы топа. Потому что очень опасно, очень страшно. Непонятно, что происходит. Так, мы сейчас на улице Инженерная. Папа наш пошел по делам. Здесь уже жду в машине его. Сейчас последние дела доделаем. И уже будем двигаться в сторону дома. Миланка у бабушки. Играется сейчас в домино. Миланка довольна. Обыграла бабушку раз пять. Довольна. Бабушка, конечно, поддается. Но Миланке приятно. Миланка рада, что она выигрывает. Но она же маленькая. И, конечно, ей приятно, что она... Что у нее, она думает, получается обыграть бабушку взрослого человека. Ладно, мы сейчас будем двигаться в сторону дома. Сейчас будем пить кофе. Это маленькая кружечка. Это Аликина кружечка. Нет, это папа. Для папы кофе. Такая маленькая кружечка. Какая у тебя пенка, слушай, вообще. У вас сейчас такая же. Да? Да, такая пенка. Плотненькая. Два года. Лика захотела конфетки. Мы их положили немножко в холодильник. И они, в общем, полежали. Потому что они, по всей вероятности, растаяли. Да. Два года. Два года. Два года. Два года. Два года. Сейчас будем пить кофе с конфетками. Или какие-то любишь. Тут, видишь, я люблю вот такое. Ребята, пишите в комментариях, кто любит конфетки каркунов. Какие именно вы любите. Ну, это вот мне не очень нравится. Ходи, посмотри. Это вот молочный шоколад, дробленый фундук. Ореховая начинка. Сырлого ореха есть? Вот, да. Это вот такие вот беленькие. Я серебристые. Серебристые, то есть. Я серебристые, я серебристые люблю. А ты, Милаш, покажи. А вот такой вот, это темный шоколад, темная ореховая начинка, дробленная вафля. Ой, я такие люблю с вафелькой. Так, это вот такие, да? Что-то здесь, по-моему, у меня молочушка. Светло-ореховая. Это целый орех у тебя. Да. А какой-то здесь светлый ореховый. Так вот же. Светло-ореховый. Так я ее взяла. Ну, вот, целый орех тебе нарисовый. Ну, не светлая начинка. Ну, там, наверное, темнее еще будет. Ну, не знаю. Ребят, пишите в комментариях, какую я больше люблю конфетку. Какую я люблю. Как вы думаете, да, какую конфетку больше любит Миланка? Хочу, скажу. Скажи. Говори. Нет, Милан. Кто уже догадался, пишите. Миланка сейчас скажет. Я больше люблю конфетку. Знаешь, как вы? Как вы? Скажите, или нет. Мэмдэнс. С орешком? С нервом. А? Оли, Кулина, твой кофе, да? Как дела у тебя в школе? Беря в кофе. Готовят вас к экзамену? Ну, такое. Боишься экзамену? Ну, у вас по-русскому будут, да? Да. Или по-литературе? Не, по-русскому, да? Расскажи нам, что тебе задали. Только тебе. Надо. Тебе задали выспаться. Ну, пока мне задали. Выспаться и съесть конфеты. У нас есть конфеты. А вы рассказали, что сегодня произошло? Что? Сегодня 3-4 школы. Эвакуировано было. Плюс еще много торговых центров и поликлиники. Больницы, да. Среди больниц еще и детские были. Детская больница была вообще ужасно. Даже, может ли, не одна детская. Да. Мы проезжали, кстати, мимо детской больницы. И там вообще и МЧС, скорые стояли. А вот куда деток вот эвакуируют? Там же есть маленькие же детки есть. А дети, которые вот без родителей, допустим, родители привели, одежду забрали. Как быть? Ну, те дети, которые, допустим, не те, которые там годик, да, или новорожденные, непонятно, с родителями. А там, я не знаю, 5 лет, 6 лет. Многие вот забирают родителей одежду домой, правильно? Ну, может быть, не знаю. И куда детки? Молодяк лежал в палатке. В палатке. В палатке. В палате. У всех была одежда. Вы взрослые. Понимаешь? Это другое. Кому-то забрали, кого-то оставили в гардеробе. А это именно маленькие дети там... А теперь говорили позвонить. Ну, понятно. Но это дело такое, что эвакуируют. То есть нужно срочно освободить помещение. Ну, там очень много скорой. В общем, ЧС. А сейчас вообще без одежды поехали. В мороз. Ну, они же не пешком пошли? Они на скорой помощи поехали. Ну, в общем, ужасно. Не знаю. Как, что и почему. Ладно, ребята. По богу, что ничего не произошло. Ну да, ничего не произошло. Дикая шутка. Ну, пусть лучше это будет шутка на самом деле. Что, Милаш? Я к вам пойду. Я буду рядом. А что ты, в какую игру будешь сыграть? Покажи. Ух ты. Я все про игры не буду. Я иногда выграю. Ты к бабушке играла в игру? Да. Ах ты. Бабушка, я на телефоне? Нет. На свою. А ты что, телефон себе брала? Нет, это... А, это Ликин. Да. А твой? Разрядился, да, уже? А свой я не... А, на рыженьки нельзя падать? Да. А, я на рыженьки сюда падала. Специально на рыженьки. Ладно, мы будем пить кофе. Я у тебя с чем поигрываю? Всем приятного кофе пить, а? Макс. Максик. Е, кот. Чисто плотный такой кот. Он готовится к осну, да, Макс? Ну, а скажи, что вы пристали. Миланка уже спать пошла. Как я скажи, в воротнике жил. Непонятно. Ну, да. Сейчас Макс балдеет без воротника. Не умыться, не помыться, да, Максик? Максик. А, Максиус. У него, кстати, уже слезла мазь, то, что вот мы мазали розовая. Она вообще... Он не розовая, он уже не модный кот. Да, он уже не модный кот. Мальчик. Ты хороший мальчик, да? Да, стоптус. Ну, Максюш. Ика видео монтирует на свой канал. Ликуль, давай уже быстрее. А? Уже все? Музыку поставил? Да. Так. Я тоже пошла монтировать видео. Максик, давай будем тоже говорить всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Всем спокойной ночи и всем пока-пока. Ну и что ты завалился? А, Макс? И ты чего завалился? Еще и отвернулся от всех. Макс, тебе не стыдно? Вот, молодец. Всем спокойной ночи, ребята. Всем пока-пока. Всем до завтра. Кстати, спрашивали, какой мазью мы Максу мазали уши. Вот такой вот мазью, фукорцин. И я уже рассказывала, когда начала Макса мазать, она такая ярко-розовая. И вспомнила, что Лика когда болела ветрянкой, еще в детском садике она болела ветрянкой. И именно вот этой мазью я и мазала. Она очень хорошая. Лучше, чем вот, ну на мой взгляд, и именно нам врач посоветовал тогда, когда ветрянка, лучше как бы такой мазью, то есть в корцином мазать, нежели зеленкой. Потому что помимо того, что она подсушивает раны, так она еще именно убирает зуд. Вот, что очень важно при ветрянке. И то, что вот именно Макс мучился, чесал уши. А эта мазь именно как заживляющая, так и снимает зуд. Поэтому, в принципе, она очень хорошо помогла. Продается она в обычной аптеке. Стоит, кстати, очень-очень дешево. Так что, у кого, если у котиков такая проблема, то советую попробовать. Потому что нашему Максу помогло. Ну, а я монтирую видео. Всем пока-пока, ребята.